Настоящий, ну такой, как это, подход, подход победителя, лидера. И сейчас с большим удовольствием я приглашаю на сцену основателя и директора компании «Лидер поиска» Павла Зелёва с темой «17 шагов по созданию очереди из клиентов, применяя онлайн-коммуникации». Встречаем, друзья! Павел Зелёв! Спасибо, Мастер. Здравствуйте! Сразу небольшую поправочку. Инструментов уже не 17, а 18. Добавил в последний момент еще один слайд. Павел Зелёв, представляю компанию «Лидер поиска» и хотел бы сначала задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку те, кому интересно создание очереди из клиентов. Все супер, значит я по адресу. В презентацию я постарался вместить большое количество информации. И буду вносить некие комментарии, но тайминг поджимает, поэтому буду идти быстро. У кого останутся вопросы, я никуда не ухожу. Можно будет обсудить именно детально тот или иной пункт, ну либо другие шаги. Поехали! Пару слов скажу о своей компании. Хочу поделиться свежими данными по рынку интернет-рекламы. Пару слов скажу про соцсети и про поисковые системы. Концепт моих рекомендаций и советов будет именно с той точки зрения, чтобы клиенты именно к вам прощались в первую очередь, а не вы бегали за ними. На сегодняшний день у нас два филиала, именно два живых офиса с людьми. То есть это Уфа-Екатеринбург, главной офис Уфа, более 30 человек. Ведем проекты в разных тематиках, то есть это и застройщики, это и клиники, производственные компании. Ну разные спектры, виды деятельности. Наши ребята, наш коллектив Уфе. И перейду к цифрам. На сегодняшний день более 80 миллионов россиян регулярно заходят в интернет. Это график хотя бы тех, кто хотя бы раз в месяц заходит в сеть. Причем вовлеченность этой аудитории, она очень высокая. Почти 90% пользуются интернетом каждый день. Также обновляю данные в своих презентациях ежегодные по сегментам рекламы. То есть интернет, телевидение, наружка, радио, пресса. Как же обстоят дела с инвестициями бизнеса, государства, различные инструменты рекламы. Так вот, в этом году, ну в 18-м, который завершился, интернет вышел на первое место. И обогнал телевидение. И дальше этот график интернета, он растет. Соответственно, без интернета бизнесу уже невозможно без привлечения клиентов. Так как же сделать, чтобы эти 80 миллионов с большей вероятностью находили вас? То есть можно применять поисковые системы и социальные сети. Начну с социальных сетей, и именно ВКонтакте. Есть бесплатные методы, есть платные. Соответственно, я сосредоточусь на бесплатных, которые, в принципе, каждый человек может сегодня уже сделать самостоятельно. Например, вывести вашу группу ВКонтакте на первые строчки поисковой системы. Ну, на стадии я представил иллюстрацию выдачи нашего клиента. То есть у них группа ВКонтакте на первом месте, сайт на втором. То есть даже группа ВКонтакте вышла на первое место и обогнал даже сайт. Также не стоит забывать, что много людей ищут именно внутри самой социальной сети ВКонтакте. То есть нужно оптимизировать определенные настройки в группах, чтобы вас находили ваши клиенты, которые ищут ваши товары и услуги. И первое, с чего нужно начать, самый важный момент, это название сообщества. Оно должно состоять обычно из двух частей. То есть первая часть – это вид вашей деятельности, то есть какой товар или услугу вы предлагаете рынку. И название компании. Название компании почему рекомендую добавлять, потому что многие могут вас искать в том числе и по названию. Описание сообщества. Тоже очень важный блок, его анализируют поисковые системы. Этот блок должен быть большой, чем он больше, тем лучше для поисковой системы. Ну, минимум 1000 знаков. Обратите внимание, как у вас оформлено описание групп ВКонтакте. Также это описание должно быть уникальным по содержанию. Этот момент можно проверить через сервис контента в очередь. Скриншот представлен на слайде. Также хорошо применять ссылки. Чем больше на вашу группу ссылаются, тем лучше. Как же можно это сделать бесплатно? Во-первых, вы можете сами поставить место работы и указать ссылку на группу ВКонтакте. Также попросить своих коллег, своих сотрудников, чтобы они тоже указали место работы. Поисковая система считывает ваши личные странички и считывает эти ссылки. То есть так ваша группа становится в глазах поисковой системы более релевантной, более интересной, более качественной. Также можно использовать ссылки с... Ну, есть прям блок ссылки ВКонтакте в правой части, и вы можете с партнерами обмениваться такими перекрестными ссылками. Они тоже считываются поисковыми системами. Частота публикации, СММщики скажут, что везде должна быть своя, а вот именно для поисковых систем нужно, чтобы было минимум два поста в неделю. Вообще поисковик ВКонтакте считывает крайние 10 постов, и... Ну, и также обращает внимание на то, как часто ваша группа обновляется. То есть живая она, неживая. Можно запустить? То есть первые пять моментов, они были про то, как сделать так, чтобы ваша группа была в топе поиска. То есть без них маловероятно, что ваша группа выйдет в топ. Следующий момент, он про живые обложки. Это делается для того, чтобы более качественно презентовать ваш товар или услугу, и чтобы с большей вероятностью пользователь сконвертировался в заявку, да, посетитель группы. Относительно недавно появился этот момент. Мы уже здесь в кулуарах обсуждали, что уже кто-то применяет такие живые обложки. То есть можно снять ролик и выгрузить его вместо статичного баннера, сделать термин такой живой обложки. И можно легко, ну, интересно, презентовать свою компанию. Выделиться на фоне конкурента. Круто еще. Ну, тут ролики, они могут дальше продолжаться. Мы пойдем далее. Подведем резюме. Соответственно, работаем над названием сообщества, делаем его с ключевыми фразами, не экономим на описании, минимум 1000 знаков наполним, и делаем это описание уникальным. Обмениваемся ссылками, ставим место работы, обмениваемся ссылками с партнерами по группам. Не забываем про публикации и создаем живые обложки. Такие моменты я бы хотел упомянуть про Инстаграм. То есть, также есть платные, есть бесплатные. Так, вот немножко некоторые моменты выделены жирно, то есть, я про них расскажу. То есть, также не стоит забывать про то, что в Инстаграме есть поиск. Примерно это так же, как ВКонтакте настраивается. Повторяться не буду. И что можно, первое, что проверить, на всякий случай, это есть ли у вас бизнес-аккаунт. То есть, чтобы вы могли, во-первых, поставить кнопочки дополнительной связи с потенциальными клиентами. То есть, позвонить, написать. Вы получаете возможность проводить аналитику трафика и запускать рекламу, допустим, не через рекламный комбинет в Фейсбуке, хотя это лучше. Но можете прямо напрямую запустить трафик. Новая аудитория, она заходит в ваш Инстаграм как журнал. То есть, и здесь должно быть все оформлено в едином стиле. Все красиво, все хорошо. Описание аккаунта. Шапка должна быть информативной, заполненной, чтобы было пользователю новому понятно вообще, куда он попал и какую пользу он для себя получит. Бесплатные методы продвижения. В первую очередь, это взаимопиар. То есть, на слайде я представил своих друзей, знакомых. Мы, например, разместили пост с упоминанием каждого из нас. И тем самым мы обменялись подписчиками, по сути. То есть, люди переходили, смотрели. Также на слайде представлены другие тоже методы. И все вместе они дают, ну, в принципе, хороший эффект. Ну, нужно не забывать и про контент. То есть, те посты, которые вы пишете, они должны быть, ну, интересными. В первую очередь, дочитает ли пост, вообще откроет ли он его, влияет на этот заголовок пользователя. Например, об этом знают не все. Или вот мне понравился тоже, как пост написал Аяс Шабудинов. Он меня прям остановил, я там прям до конца дочитал. И он круто сделал. У него первое предложение, у меня будет сын. Вообще, у него, по-моему, даже и девушки нет. Но мне стало это интересно. То есть, что же он там пишет, как это, кто это. Ну, один из самых таких богатых молодых ребят. Резюме по Инстаграму на слайде. То есть, те пункты, которые я хотел вам рассказать. Переходим на бизнес-аккаунт. Аккаунт ведем в едином стиле. Интересное описание аккаунта. Продвигаем аккаунт различными методами. Интересные интригующие заголовки. Теперь перейдем к поисковым системам. Я вот полтора года веду. Кстати, вопрос. Что появилось раньше? Яндекс или Гугл? Гугл. Яндекс. Александр прав, Яндекс. В России Яндекс. Да. Начальное яйцо. Есть бесплатные, есть платные методы продвижения поисковой системы. Ну, SEO я поместил. Я тоже знаю уже. Платный инструмент. Но, по сути, совокупность этих всех методов бесплатных является основной частью SEO-продвижения. И у меня вопрос. А кто знает, что такое SEO? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, есть те, кто знают, но подняли руку не все. Расскажу. То есть, так схематически выглядит поисковая выдача по запросу. Сначала идет блок платный, контекстная реклама. Затем идет первая десятка. Это сайты ранжируют с поисковой системой по своим алгоритмам по качеству. И далее все так же завершается платной рекламой. Кстати, на слайде изображено 8 строчек платной рекламы. Сейчас в Яндексе можно увидеть до 9 строчек платных. То есть, почти 50% первого экрана занимает платная реклама. Но кликабельность по выдаче по качеству, то есть, не по платной, она существенно выше, чем по контекстной рекламе. Потому что нет подписи рекламы. То есть, особенно, ну, люди вообще не любят, когда им что-то, ну, рекламируют, там, продают. И кликабельность в среднем, ну, в три раза в SEO выше, чем в контекстной рекламе. Поэтому этот момент нужно знать и всегда работать над тем, чтобы позиции вашей естественной выдачи были выше. То есть, вы получите больше трафика, и вы получите более вовлеченную аудиторию. И не надо вам будет платить за каждого посетителя поисковой системе. И первый, самый важный момент здесь – это проверка контента. Ну, уникальность. Поисковая система любит уникальный контент, чтобы он был уникальным. Ну, порядок слов в предложениях был уникальный. Этот параметр измеряется по 100%, ну, в процентах, по 100% шкале. И рекомендуемое значение 80-100%. Также несколько лет назад появился еще такой термин, как «добавочная стоимость контента». Он говорит о том, что ваш контент должен быть уникальным не только по порядку слов в предложении, но и по смыслу. Потому что поисковик уже знает, там, сотни, тысячи страниц про шкаф-купе, там, про фитнес-клубы. И надо писать именно про свой бизнес, стараться. Какие-то свои нюансы, моменты, а не делать просто рерайт и добиваться этой уникальности. То есть про смысл тоже не забываем. Некоторые сервисы, можете сфотографировать, которые, ну, мы применяем в своей работе для проверки уникальности. Они бесплатные. Ну, я, если что, никуда не ухожу, потом могу тоже эти сервисы дать. Тоже важный момент. Не стоит забывать, что поисковик, он понимает уровень грамотности ваших текстов. Наверное, каждый из вас вбивал тот или иной запрос и совершал, ну, небольшие опечатки. Так поисковик вас поправит. То, как вы относитесь к своим текстам, это видит поисковая система. То есть делаем тексты грамотными. Тоже сервис от Google. Далее. Как проверить скорость загрузки своего сайта? Есть специализированный сервис, он предоставляет самой поисковой системой Google. То есть вы можете оперативно вбить в поиск свой сайт и посмотреть, насколько он оптимизирован. В плане скорости загрузки, например, ну, на мобильном устройстве и на десктопе. Можете вбить запрос в сервис от Google по проверке скорости загрузки, и вы его найдете. Адаптивность сайта. В последнее время все больше и больше появляется новых мониторов, новых расширений экрана. Кто-то смотрит сайты на Full HD, там, на каких-то телевизорах открывает, там, в переговорках сайты. Кто-то на маленьких, стареньких телефончиках, смартфонах. Как проверить, то, качественно ли ваш сайт открывается на всех из них, либо на основную массу. То есть вот пример сервиса, называется он Public Tools. Спасибо. 10 минут у меня осталось. Следующий момент, в принципе, пунктов не так много у меня осталось. 16-й пункт – это использование выдачи онлайн-консультанта. Наверное, уже многие обратили внимание, что в Яндексе появилась возможность, не переходя на сайт, сразу написать свой вопрос, запрос. Какой-то о товаре, об услуге. Здесь несколько сразу плюсов использования этого инструмента. Во-первых, ваш сниппет отображения сайта в поиске расширяется. То есть он больше будет бросаться в глаза. А во-вторых, это увеличивает конверсию. То есть вот по нашей практике, то есть по клиентам раскрывать не могу, но у нас именно обращение в онлайн-чат увеличилось на 58% по джуа-сайту. На нижнем скриншоте представлено, ну, как это выглядит, всплывающее окно. И уже можно даже первое приветствие там, чтобы уже выходило. Смайлики выдачи. Также на скриншоте представил, как отображается наш сайт в поисковых системах в Яндексе, в Гугл. Отображение сайтов несколько отличается в Яндексе и в Гугл. В Яндексе тут еще есть иконки сайтов, те же самые онлайн-чаты. В Гугл выдача она такая более минималистичная, и там особенно появляется эффект, хорошие переходы именно по вашему сайту за счет внедрения этих смайлингов. То есть тоже этот инструмент мы в своей практике уже применяем около полутора лет, и для своих клиентов тоже рекомендую использовать. По этим пунктам, подведенные в итоге, как Устер вначале сказал, 17 пунктов, и будет еще 18-й, для того, чтобы ваш сайт был выше в поиске. Только уникальный контент, грамотные тексты, скорость загрузки сайта в зеленой зоне, корректное отображение сайта на устройствах, мобильных, широкоформатных, онлайн-консультант выдачи Яндекса и использующий смайлик в заголовках. И 18-й пункт, хотел тоже поделиться информацией, то есть здесь предыдущий спикер уже, по-моему, озвучил этот момент. Предлагаю протестировать, посмотреть, войти в сайт и вести рекламу напрямую в чат в WhatsApp. То есть вы можете использовать чат-боты и так далее, настраивать это все. Ну, в принципе, можно, чтобы уже получить эффект первый, запустить рекламу напрямую в чат. Например, менеджеру по продажам. И, то есть если хорошая конверсия по сайту считается, там, 1-10% заявку, в зависимости от тематики, от конкуренции, от вашего предложения, то здесь вероятность получить контакт, она существенно выше на порядок. В разных тематиках по-разному, где-то 40%, там, где-то 80%, но эффективность рекламы существенно повышается. Вот, ну, а также сейчас век такой, что все мы сидим в мессенджерах, вместо того, чтобы позвонить кому-то, мы пишем в WhatsApp. Вот, поэтому для многих это комфортнее. Тестируйте, применяйте, рекомендую. Спасибо за внимание. То есть мое время подошло к концу. На сайте представлены все мои контакты, все мои соцсети. Также, если я не ошибаюсь, то у каждого в раздатке есть моя личная визитка с моим личным номером телефона. И вы мне можете звонить, писать, общаться в соцсетях. То есть я максимально открыт. Какие-то вопросы появились, нужна консультация. То есть всегда, пожалуйста, желаю вам успехов и топовых мест в поисковых системах. Спасибо. Большое спасибо, Павел. Мы тебя не отпускаем просто так. Обязательно, друзья, вместе с этими обыскментами мы предлагаем благородство письмо и подарки от партнеров. Спасибо большое. Павел Зелёв. Спасибо. Спасибо.